Добрый день, зрители нашего канала! Сегодня мы опять у Паши и разбираемся теперь с мульчей. Почему именно мульча нужна? В зимний сезон мы обязательно стелим здесь мульчу по той причине, что, во-первых, почва мокрая и нам не нужна дополнительная влажность почвы. Второй момент, очень важный, наверное самый важный момент, это мы греем почву, да Паша? Да, это самый важный момент, потому что почва сама по себе если теплая, она как видите, вот мы только что закрыли, вон уже испарение идет. Вот это уже капельки пара, вот они уже видно, уже почва дышит, тепло из земли, которая идет, но кроме этого, это пленка, через него проходят солнечные лучи и вся земля начинает греться. То есть вся эта почва полностью начинает обогреваться, корневая система начинает уже... Бесплатная батарея. Бесплатная батарея, потому что мы не боремся с сорняками, мы их, честно сказать, уже в этой теплице механически давно убрали. То есть наша задача пленки у нас здесь все-таки, это подогрев почвы, то есть солнечный луч, он проходит через прозрачную пленку, греет почву. Очень большое заблуждение людей, да, что черная почва, мульча греет почву. Здесь принцип какой, смотрите, здесь есть черная пленка, солнечные лучи проходят, они ровно на пленке остаются и греет пленку. Но там воздушный пузырь, а тепло дальше не идет. С прозрачной пленкой у нас проще. Солнечный луч проходит, греет саму почву и, соответственно, почва уже излучает более длинные волны, не может нормально пойти через пленку и остается. И получается парниковый эффект, так называемый, да. Смотрите, еще одна у нас фишка в чем здесь. Капельная лента. Вроде такая простая вещь, уже все мы к ней привыкли, но учтите, если вы работаете с мульчей, капельная лента должна быть хорошей. То есть это не должна быть дешевая китайская лента или еще сомнительная лента. Потратьте 2-3-4 тенге на метр ленты на качественную, да, потому что здесь она лежит под мульчей. Здесь сложно определить, где капает, где не капает. Фирменная лента в чем отличается, в чем плюсы фирменной ленты от дешевых лент. Многие думают, ну, она так же капает, да. Первая и самая важная вещь у фирмы ленты, это в том, что она равномерно капает всю свою длину. То есть если мы поставим баночку здесь, баночку там, если у нас литр там будет, литр здесь будет. Это первый показатель. Второй. Фирмы разрабатывают эмиттеры, те, которые самопромывающиеся. То есть они будут у вас меньше засоряться. И тогда вот наша лента вот сейчас, да, хорошо доработает до нашего июня, чтобы мы собрали весь урожай. Представьте, если это будет в середине сезона, лента забьется, и это надо будет менять ленту. Во-первых, это дорого, во-вторых, трудоемка. И в-третьих, у нас в этот момент не всегда понятно, насколько лента забита, не забита. Бывает, вот она капает, но капает по чуть-чуть. А нам надо, чтобы, когда солнце прижгет, это будет, например, апрель-май, нам надо максимальную подачу воды. Поэтому ленту мы всегда даем акцент, что лента должна быть хорошей. Ну, мы обычно берем европейскую ленту, чтобы без всякой рекламы. А там пусть каждый выбирает, какую хочет, но скупой платит дважды, дураки трижды. Так что каждый выбирает для себя. Что у нас здесь еще, Паш? Ну, вы потом дырки будете нарезать, да? Да, да. Ну, самое главное для наших работников, даже вот, которые идут проверять, работают на капельном поливе здесь, это проверять. Вот эта вот прозрачная пленка, еще большой плит, что все видно через него, где капает, не капает, очень удобно это. Бывает, что это самое. И еще одно, что у нас было такое, один год мы не стали вот эту пленку накрывать вот на зимний период в один год. И у нас посадили огурцы, а огурцы у нас не росли. Огурцы долго сидели, и нам пришлось вынужденно дополнительно между огурцами протянуть ленту, пленку, закрыть этот грунт. И только через 3-4 дня огурцы начали прекрасно расти, то есть корневая система вот эта теплая получила тепло свое, достаточное для огурцев. И он начал прекрасно, резко пошел расти буквально. Через 3-4 дня огурцы уже не узнать, он полноценно начали расти. Вот эта муча обязательно нужна, особенно в зимний период. Если хотите получать ранний и высокий урожай. Вот мы с тобой сравнивали, да, то есть мы специально сравнивали тогда, когда мучу положили мучу, только не до конца, когда для эксперимента, да. И у нас получилось на помидоре, на помидоре, мне на курсе, 20 дней разница, да. То есть, так вы леете, да, то есть у нас 2 метра, так, через 20 дней. Мы здесь собирались, через 20 дней только там хорошо. Вот, вроде такая, она же очень дешевая. Эта пленка стоит, по-моему, у нас здесь 0,18, да? Да, да. То есть это, вообще-то, это копейки, реально это копейки, но те, которые могут приносить колоссальные деньги. То есть, кстати, эффект очень сильный, большой эффект дает. Так что, если кто-то недооценивает, или типа скажешь зачем, или типа дополнительные затраты, это даже разговора об этом не должно быть. Потому что она реально добавляет ранний урожай, ну, на 20 дней, может, она идет только за шестом благоприятным температурным микроклиматом кормевой системы. Да, обратите внимание еще на тот момент, что, видите, земля сделана убором. Почему? То есть, при мульче, это очень важно. Потому что, чтобы воздух мог спокойно в грунт заходить, видите, здесь вот свободно, здесь ноги, то есть земля, корни должны дышать. И с той, с той стороны подходит теплый воздух, здесь у нас будут дырочки, да, в которые тоже будут ходить, и воздух спокойно циркулирует. Мы здесь не боемся, что корни не будут дышать. Тоже очень важный момент. То есть, ни в коем случае нельзя делать это на ровной поверхности. То есть, грунт обязательно должен быть поднят. Да, грядка обязательно должна быть высокая. И вот система отопления, конечно, чтобы он не будет гре... Он только греет воздух, он землю никогда не греет. Поэтому вот этот воздух на уровне вот этой грядки, корневой системы, если будет теплый, то будет и растение полноценно расти. Как только температура не хватает, некоторые вот обычные отопления, система отопления, кстати, очень важна. Должен вот с обеих сторон, если здесь и там будут идти вот растения, то она греет именно вот эту зону. А некоторые делают вот по бокам, вот 4-5 этих труб туда кидают, 5-6 труб кидают. Я думаю, что мы обговорим по отоплению, наверное, в новой серии, да? Потому что это все-таки хороший момент, да? То есть, вот эта голландская резиновая схема, да? Или вот наши боковые. То есть, давай лучше отдельную серию сделаем, потому что это действительно очень важный момент в отоплении. А на этом спасибо нашим зрителям. Субтитры создавал DimaTorzok